После окончания парада, посвященного Великой Победе, горожане не спешили расходиться, ведь у них была возможность в полной мере прочувствовать ту атмосферу, которая царила в нашей стране в далеком 45-м году. В центре площади была организована танцплощадка, которая переносила всех желающих в прошлое. Здесь мужчины в форме времен Великой Отечественной войны и очаровательные девушки, кто также в форме, а кто в легких цветных платьицах, танцевали те танцы, которые были популярны в середине 20-го века. Танцующие предлагали присоединиться к ним всем желающим. Всего в программе было 15 танцев, и многие из них могли бы станцевать даже те, кто специально не готовился к этому событию. Так что в круг смело выходили и те, кто помнит войну не понаслышке, и молодежь, для которых подобные танцы в диковинку, и даже дети. Мне кажется, что в своей военной форме танцы, старые танцы, музыку тех времен, начинаешь чувствовать себя сопричастливой к той победе, которая была. Организаторы праздника отмечают, что главная цель этого мероприятия – объединение поколений. Ведь только здесь молодежь может не просто сказать спасибо поколению победителей, но и почувствовать себя, как и они в далекие 40-е годы, единым целым великим русским народом.